И еще о возможных новшествах. Избранных или назначенных, каких руководителей хотят видеть жители Чувашии. Напомню, сейчас глав муниципальных районов, городских округов и поселений в республике выбирают из числа депутатского корпуса сами народные избранники. К этому процессу обычные жители не имеют непосредственного отношения. Но в порядок формирования органов местного самоуправления будут вноситься изменения. Наша съемочная группа поинтересовалась у жителей республики, какие перемены они хотят увидеть в законе. Я считаю, что в обязательном порядке глава местного самоуправления должен быть выборным. И выборным на прямых всенародных выборах. В данном случае он становится наиболее легитимной фигурой, представляющей интересы всего населения города. А не какой-то конкретной группы лиц. От народа будет зависеть, кто будет стоять у власти. А не то, чтобы свыше назначили человека. Он может все-таки не так разбираться в том, что нужно человеку. Они работают для людей же. Для людей стараются. И люди должны выбирать человека от того, который им нравится. Мнение народа, я считаю, будет лучше, наверное, правильно, чем когда назначаешь человека. И все-таки, когда народ выбирает, это уже свобода выбора. Не знаю. Всегда вроде выборы были. Как показал опрос, жители республики проявили завидное единодушие. А вот вопрос, нужна ли в крупных городах, таких как Чебоксары и Новочебоксарская, двуглавая власть, или достаточно одного управленца, вызвал разногласия. Больше склоняюсь к тому, чтобы была одна персона. Понимаете, два разных мнения, это все-таки два разных мнения. А решительный все-таки голос должен быть за одним человеком. Обсуждать могут многие. Но поставить кулак волю должен все-таки один человек. По моему мнению, что должно быть два человека. То есть глава города и глава администрации города. Почему? Ну, наверное, потому что у главы города, как бы, свои обязанности. И глава администрации города тоже решает свои задачи. С пользой для дела, я думаю, ответственность за все происходящее в городе, за проводимую органом муниципального управления политику, должен отвечать один человек. А почему ответственность? Потому что в данном случае, значит, есть кому предъявить спрос. Столько много вопросов, один человек все это решить не сможет. Тут даже не два, и то надо вот какой-то, как будто как совет собрать что-то. И это разве один человек все это может решить?